Лен, расскажи, пожалуйста, ты занимаешься в совете директоров такими важными вопросами, как стратегия, как партнерство и все то, что с ними связано. Как ты считаешь, что такого важного тебе надо сделать, ну, с точки зрения функционала, для того, чтобы вот эти слова, они обрели новый смысл, новую силу, именно в ICF Россия Чаптер? Вот наша задача, мне кажется, моего комитета по стратегическому партнерству, загладывать такие ниши, создавать и закладывать такие проекты, которые потом бы работали годами. И несколько наших проектов, они очень хорошо выстроили в том понимании, что мы создавали новое профессиональное пространство. Ну, например, проект, связанный с Республикой Татарстан. Два года с Леной Челакиди мы туда приезжали, мы работали с министрами Республики. Для нас была организована площадка, мы встречались со всеми HR-ами крупных предприятий. И с этой минуты в Татарстане очень сильный интерес к коучингу. Там работают очень активно, сейчас как минимум три школы московские представляют регион, и там очень сильный отклик. И более того, своими силами они стали создавать конференции. Вот уже в этом году вторая конференция, которую создает Казань, Татарстан, по коучингу. И мы считаем, что это вот как раз то самое долгосрочное, что мы сделали сейчас для Республики, для страны вообще. Проект связанный с НКО. Мы открывали новую профессиональную нишу, которая позволила создать новую, я бы сказала, даже новую профессию. Потому что коучинг в НКО, это на самом деле не было как профессия, не звучало. НКО заинтересовались с помощью коучей. Они увидели большую пользу. И сейчас есть программы, по которым можно обучать коучей и специализацию даже организовывать профессиональную. Сейчас еще один проект, который запускается, и запускается он нелегко. Это коучинг в спорте. И если мы сможем в этом проекте показать эффективность коучинга и сможем это показать на реальных успехах после коучингового присутствия, создать программу, по которой можно обучать коучей как специализация, я думаю, что это даст очень высокие результаты. И школы заинтересованы. Мы сейчас привлекаем, кстати, практически все школы. Самые известные это и МАК, это и Эриксон, и Глобал Коучинг, ИСП. На самом деле все школы сейчас поднимают эту тему. И если мы сможем создать программу, которая даст действительно реальный результат на выучение коучей, в специализации в этой, то это новые профессиональные ниши. Наша задача действительно работать на будущее. Это очень тяжелый проект. Они делаются очень небыстро, с большой подготовкой, с серьезной подготовкой, с большим количеством встреч, статусных людей. Мы привлекаем сюда и правительство, мы привлекаем сюда известных людей, которые занимаются различными направлениями. Но то, что мы делаем как подготовку, потом вот это уже стреливает на долгие годы. Это проекты не на месяц и не на два, это проекты на года. Вот для нас это самая главная задача. Именно поэтому мы названы комитетом стратегического партнерства. Я пока слушала тебя, вдруг голову пришло. А каким образом это же что-то решается, что-то на интуитивном уровне в какой-то момент ловится, что вот да, вот это действительно стоящая идея. Правильно ли я понимаю, что выбор иногда был просто на интуиции, что вот это да, это оно то самое, что оставит след в истории и в будущем изменит то самое пространство, российские ментальности и все остальное, все то, что происходит в России. Президент, а вы знаешь, вот не могу сказать, что это только на интуиции. Скорее всего приходят подсказки, это все одновременно. Мир, видимо, так подводит к этой точке, что это становится горячей точкой, и здесь уже на месте стоять нельзя, ты просто идешь и делаешь. Так складывается. Не знаю, там вот, например, благодарны очень республике Татарстан за то, что они так откликнулись. С нами занимался помощник президента Татарстана Александр Белов, и мы очень ему благодарны. Нас очень активно поддерживал университет из Татарстана. И я могу сказать, что это все произошло, потому что в какой-то момент все люди встретились. И были возможности, мы их реализовали все вовремя. Точно так же с НКО. Благодаря тому, что, например, если Ланда познакомилась с представителями целого сообщества НКО, мы поняли, что вот сейчас как раз то самое время. Как там у Ленина низы не хотят, верхи не могут. И вот в это самое время, когда ты попадаешь в эту точку, надо просто действовать. Что касается коучинга в спорте, то эта мысль, она уже давно витала. И мы сейчас чувствуем, что у нас есть энергия, есть ресурсы. Особенно после чемпионата мира по футболу. Вот такой интерес глобальный к спорту. И мы понимаем, что вот в этой нише мы можем быть очень сильно полезны. И вот это опять горячая точка. И мы опять не можем стоять на месте. Это так обычно происходит в Резиде. Хотя интуиция здесь тоже присутствует. Если ты как стратег, который задает, по сути, направление, протаптовые дороги, где не ступала на нога человека. Какой след в истории ОСЕФ ты хотела бы оставить? И вообще, с каким словом, может быть, лет через 10, через 15-20 будет ассоциироваться ОСЕФ РОСЕЙЧАКТР, благодаря твоим усилиям сегодня? Вот такая большая мечта, чтобы коучинг, он стал частью жизни людей. Чтобы люди научились, ну, как гигиеническая норма, научились слышать друг друга. И чтобы во всех направлениях нашей жизни мы могли разговаривать на этом языке уважения друг к другу. Мне кажется, это самая главная задача. Хочется это до такой степени искренне, знаете, вот как мечта об острове утопия, о коммунизме, о таком всеобщем счастье. Это то, что дровит, это то, что по-настоящему задает вот какое-то такое ощущение, что все то, что ты делаешь, ты не просто делаешь, а делаешь гораздо больше, чем ты делаешь. Да, ну, у нас точно одна мечта на двоих. Спасибо большое. Я очень рада быть с тобой в одной команде и очень рада, что такой человек, как ты, делает то, что оценят потомки и, ну, те люди, которые, может быть, никогда им не увидим. Спасибо, Резидас, спасибо большое.